сегодня буду открывать сезон 21 года весенний сезон с подсадной уткой часа 45 с утра катался пока нашел уток все еще во льду еще все замерзше очень рано открыта охота воды практически нигде нет ну вот сейчас нашел десятка полтора два уток сидят это моя первая охота с подсадной уткой никогда раньше я этим не занимался городской житель поэтому утку держать негде вот в этом году заморочился ну и возможность по охотиться 30 дней вместо 10 соблазнительно здесь они ходили на следы на грязи здесь и буду делать пущу подсадную пускай она здесь плавает ну я думаю кто-нибудь прилетит спасибо компании армитек за поддержку моего канала армитек это лидер среди производителей фонарей здесь вы найдете фонари подходящие для любых ваших целей начиная от фонарей брелоков заканчивая мощными поисковыми фонарями с дальности луча до 775 метров тактический фонарь с помощью магнитного крепления легко установить на любое оружие а выносная кнопка позволит очень комфортно им пользоваться ну и конечно налобный фонарь без которого вообще не мыслим выход на охоту или рыбалку мощный налобный фонарь армитек подойдет для любых сфер деятельности активный отдых и спорт рыбалка и охота ремонт или строительство фонарь выдерживает погружение в воду на глубину до 10 метров а также падение с 10 метровой высоты ну и гарантия в 10 лет говорит о многом используйте промокод путник 86 для получения скидки 15 процентов на все фонари и аксессуары армитек ссылка на сайт в описании под видео охочусь двухстволкой мр-27 пятизарядку не беру здесь хватит вот так вот выше крыши двухстволки хватит ну теперь пойду выпускать подсадную что-то мадам не хочет работать чистится вообще пока ее вызаривал выпускаю она час не замолкает час купается вообще не замолкает ни на минуту все время крякает крякает сейчас ну наверное уже часов пять или шесть ящики сидит закрытом может поэтому начала купаться так сейчас вымоется жиром смажется заработает а вот и первые гости пожаловали два кавалера воюют из-за утки а а а а а а а а ну вот он первый селезняка зеленоголовый это утка ко мне из ишима приехала за 900 километров человек смотрит мои ролики нашел меня в контакте и говорит я пришлю тебе утку ну занимается у него есть утки подсадные я говорит пришлю тебе утку чтобы ролики были еще красивее и сам заморочился нашел человека который ехал попутно через сургут отправил с ним я здесь сургуте забрал вот теперь охочусь с этой уткой стас огромное спасибо стас живет в ишиме ближайших окрестностях кому интересно оставлю ссылку на его инстаграм на его страницу вконтакте кому интересно смотрите можете брать у него уток хотя уже пока выйдет этот ролик уже охота в там в ишиме на юге уже наверно будет закрыта кормится в грязи там ковыряется сидела в гараже сено до пшеница только ну вода все все разнообразие молодец не забывает работает покрягивает ветер сильный поднялся посмотрим сейчас еще Иди, иди, иди. Увидел меня, мою возню. Отлетел, вот сидит теперь на льду там. Сюда не подходит. Все, улетел. Прилетел, подсел сюда хорошо. Я схватался за камеры, разворачивал здесь, сидел, болтал. Конечно же, он меня увидел, отлетел вот на лед. Сидел там. Ну ничего. Значит, есть все-таки утка, немножко летает. До вечера еще времени много. Глядишь, норму и добудем все равно. А тут прилетело сразу десяток уток. Сначала сели далековато, на лед. Но тут же, без опасения, стали передвигаться в мою сторону. Музыка. 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 Не могу стрелять все парами. Всегда есть возможность задеть самку. Надо подождать, пускай они сойдутся. Тот, который на берегу был, того можно было стрелять. Но мы же снимали. А теперь они все парами. Ну вот и удачный момент. Буду стрелять, когда он опустит голову в воду. Иначе, если взлетят все разом, то опять перемешаются. С первого раза не чисто взял. Отплыл туда вон в сторону, там добрал его. Пойду забирать. Тут оказывается мелко. Спокойно можно и так достать. Вот там красавчик. Ну что, за сбитый можно кофейку выпить. Довольно такая ленивая охота получается. Утка там сидит, сама крякает. А ты здесь сиди, ничего не надо делать. Просто ждешь, не надо ни манить, ничего. Я уже от скуки иногда. Она замолкнет, так я и помогаю ей манком. Надо же хоть что-то делать здесь. Эти 10 штук прилетели, все были парами. 5 селезней, 5 уток. То, что забрал селезня, разбил пару, ничего в этом страшного нет. Не нужно вот эту вот мораль доводить до какого-то абсурда, до маразма. Они не создают пары навечно. Забирал я одного селезня, найдется другой. Весна только начинается. Найдется другой, создадут они пару и будет у нее, будет потомство. Будут яйца, будут птенцы. Нельзя стрелять весной утку, самку. Что-то она там уши прижала, где-то коршуняка летает. Сейчас утащат утку, а я тут буду болтать сидеть. Хорош будет охотник. У которого подсадной коршун украл. Не вижу никого. Ну все, она вон стала. Опять начинает крякать. В общем, ничего страшного нет в том, что забрать из пары селезня. Утку весной стрелять нельзя, самку. А селезней нужно. Ну все, пойду сделаю перерыв. Небогато, конечно, но все равно для открытия вообще хорошо. Парочку взял, хорошо. Она у меня диковато. Дичится, не подпускает. Убегает все время. Короче, сейчас я буду весь мокрый. Пойду забирать. Пускай тоже посохнет, пускай отдохнет. Вот она, француженка моя. Улиток собирает, пыталась проглотить сейчас улитку. Ты француженка, что ли? Вот она, красавица. Как ее забирать? Она бежит, орет. Потом вокруг ног намотает веревку. Все, подберу ее. Когда ее засовываю в ящик, веревку не снимаю. Карабин, веревку. Потому что будешь доставать. Она вырвется, улетит. Потом ее не догонишь, будешь за ней здесь бегать. Один раз было у меня такое. Она выскочила из ящика. Ну хорошо была привязана. Поводок был из лески сделан. И на палец у меня одета. Она выскочила лететь, а привязана. Компания Рузбер проклянет меня, когда увидит, что я делаю с их ножами. И любители ножей тоже. Ну я вот так вот к ножам отношусь. Конечно, специально я их не убиваю. Но если нужно открыть банку, что мне делать? Ну нет открывашки. Открою ножом. Не замолкает вообще. Она боится меня. Ну Стас сразу сказал, что она к рукам не приучена. Ну никак, я думал, буду ее кормить, да, вызаривать, пока две недели привыкнет она ко мне. Нет, ни в какую. Вот прям шарахается, все не подпускает. В гараже сидит в коробке. Ну, загон у нее там такой. И коробка, где она ночует, там прячется. Подхожу ее, чтобы убрать, она шипит на меня. Поэтому вот сейчас я рядом, видит меня, боится, все время кричит. Вечерка не принесла нам ни одного налета. Даже в поле зрения нигде не пролетело ни одной утки. А вот с утра селезень не заставил себя долго ждать. Но был он очень осторожный. Сел вдалеке. И как подсадная не старалась, как не зазывала его. Ближе, чем на 50 метров, он так к ней и не подошел. Ближе, чем на 50 метров. Улетел, так и не подошел. Сидел-сидел на льду, живякал, но не подошел. С восходом солнца стали активно лететь серые, но только совсем не утки. Вот так вот. Ты коршуняка. Первый раз отогнал, второй раз пристрелю уже. Не лезь к ней. Пойду уберу их. Одна еще лежала, куда не шло, а теперь две. Сейчас какой-нибудь селезень налетит. Будут отпугивать. Лучше убрать. Оп. Оп. Играет музыка Это что было-то? Ты что сидишь молчишь? Пять уток пролетело, ты что сидишь? Вот работница, блин Затихла, села и сидит Пять уток пролетело Я слышу, я маню А она сидит и молчит вообще Шулюм сварю из нее Дождались, блин Три с лишним часа просидели Пролетели утки А мы поскромничали Вот так прошла моя первая охота с подсадной уткой Ну и открытие весенней охоты 2021 года Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok